Привет, друзья! Меня зовут Нина Бергман. Давайте сегодня поговорим о парфюмерии. В связи с тем, что у меня недавно была лекция в Парбаре Гамбург на тему бюджетной парфюмерии, я решила записать ролик. Вообще-то изначально был план такой, что это будет один ролик, но когда я собрала все ароматы, про которые я рассказывала в Парбаре, я поняла, что в один ролик мы не уложимся, роликов, скорее всего, будет прям целых три. Давайте для начала пару слов вообще о бюджетной парфюмерии. Это будут флаконы стоимостью до 50 евро. Я старалась изо всех сил, и в этой подборке не будет ароматов снятостей. Сегодняшней подборки не будет, в одной другой подборке будет один снятый аромат, но его еще можно онлайн спокойно купить тоже по цене до 50 евро. Я за этим следила, по крайней мере у нас в Германии это так. И когда я буду говорить о бюджетной парфюмерии, я не буду говорить о дьюпах, об ароматах, вдохновленных какими-то известными ароматами, и не буду говорить, естественно, о номерной парфюмерии, тем более о подделках. Я буду говорить именно о каких-то, с моей точки зрения, только субъективное мое мнение, с моей точки зрения уникальных, интересных находках в бюджетном сегменте. Мне кажется, это всегда очень-очень интересно. Как вы знаете, у меня много ароматов, у меня огромный парфюмерный шкаф, у меня есть ароматы разных ценовых сегментов, но абсолютно все, что я буду показывать вам вот в этих двух или трех подборках, это абсолютно все то, чем я пользуюсь сама. Пользуюсь с огромным удовольствием, ношу, оно у меня прям стоит на моей парфюмерной полке, и то, что я прям считаю действительно хорошо. Ну, давайте начнем. Сегодня я хочу поговорить с вами о таких вот ароматах на каждый день, о таких жемчужинах, находках в бюджетном сегменте, которые совершенно спокойно могут стать чем-то парфюмерным. Я, которые можно, я считаю, прекрасно носить и в пир, и в мир, как говорится, и которые, в общем-то, прекрасно подходят для ежедневного использования, но не являются каким-то чрезмерно скучными или привычными. В общем, такие тоже ароматы с изюминкой. У нас сегодня будет 9 ароматов. Поскольку я снимаю теперь на телефон, а не на камеру, и я забыла принести свой iPad, поэтому обойдемся сегодня без пирамид. Подглядывать в пирамиды я не смогу, но, наверное, так оно даже и интереснее. Некоторые из этих ароматов вы, конечно, знаете, я вам их уже показывала. Некоторые ароматы, наверное, будут сегодня показаны впервые, потому что я когда готовилась к лекции в пар-бар, я, конечно, несмотря на то, что я, в общем-то, на парф диете, и у меня No Buy, я пару ароматов все-таки прикупила со скидкой на то, ну, я же готовлюсь к лекции. Ну, это же не для меня, это же для лекции. Поэтому у меня появилось действительно пару новых бюджетных ароматов, но, скажу честно, я ими сейчас не пользуюсь. Вот закончится No Buy, буду ими пользоваться, а закончится он у меня теперь аж 1 июля. Итак, первый аромат, который я хочу вам показать, это аромат Celebrity Sarah Jessica Parker, его я уже много раз показывала, мне кажется. Очень красивый аромат. Мне кажется, в пирамиде заявлен шоколад и лаванда, а мне это пахнет прежде всего виноградом почему-то. Я его поэтому очень люблю носить вот конец лета, ближе к осени даже, наверное. Ой, боже, какой красивый аромат. А вот сейчас я его обоняю и слышу очень приятную лаванду, какую-то цветочность, виноградность, вот эта вот моя, которую я здесь очень люблю и слышу, достаточно активно тоже есть, но она здесь сейчас не главенствует. Вообще, мне кажется, что этот аромат очень зависит от погоды и от настроения. И этим он, конечно же, еще интереснее. В общем, обратите на него внимание. Вот сейчас он мне, правда, пахнет лавандой, немножечко такой ванилью, виноградом, как я уже сказала, но далеко это все не на первых сечах-то ролях. И, возможно, немножко мускуса здесь тоже я сейчас слышу, который придает композиции мягкостью. Сейчас он для меня звучит очень мягко. Красивый аромат, с удовольствием, как я уже сказала, ношу. Коверт Сара Джессика Паркер. Следующий аромат, ну, наверное, возможно, стоит даже сказать о целом доме Малинар, который у нас в Германии онлайн можно совершенно спокойно найти по цене до 50 евро за 75, по-моему, миллилитров у них такой объем, да, 75 миллилитров. Вот эта вот фиолетовая линейка салифлоров, она, в принципе, вся очень и очень достойная. Покажу вам сегодня османтус. Мне кажется, я давно и очень вам уже не показывала. Это, ну, как написано, в общем-то, тем и пахнет, но здесь ароматы не настолько просты, как в Джо Малон, например. Османтус очень красивый. Он пахнет здесь, понятно, что немножко абрикосом, вот этой вот абрикосовой шкуркой. Но здесь еще достаточно много мускуса. Мускуса очень мягкого, приятного, который добавляет вот этой вот османтусовой, абрикосовой композиции именно парфюмерности. То есть это ни в коем случае не гурманский аромат, на мой взгляд. И я еще слышу здесь немножко табака. Вот хоть убейте, слышу прям табака немножко. Знаете, как будто сигарету не курили, а вот свежая сигарета, которую только что достали из пачки, даже, может быть, вот этой пачкой сигарет пахнет. Чуть-чуть, чуть-чуть прям неуловимо, но именно это делает аромат таким интересным. Красивый, красивующий аромат. Примерно, наверное, любой из ароматов Малинар, особенно вот из этой фиолетовой линейки, мог бы встать сюда в эту подборку. Очень красивый аромат. Рекомендую, горячо. Следующий аромат взяла у дочери. Я им не очень сильно пользуюсь, но рада, в общем-то, что он у нас есть. И вообще к марке я очень благоволю. Это марка 4711. У них, конечно же, огромное количество всяких разных поливашек. Есть очень прикольные, есть не очень прикольные. И пока они стоят, вот, я не знаю, там сколько, 20 евро, к ним нет абсолютно никаких вопросов. Все прекрасно. Вот к этой черной линейке, которую они недавно выпустили, у меня вопросики. У меня есть сэмпл-сет. Оля, еще раз огромное спасибо за подарок, если смотришь. И я как-то даже не особо хочу делать обзор, ну, потому что достаточно скучно. Вторичные ароматы. Хорошие, красивые, носибельные, но вторичные. И вот за такие деньги, я, честно говоря, не совсем поняла. Но пока это стоит вот, как вот в этих прозрачных флаконах, все прекрасно. Показываю вам аромат сегодня кокосовая вода и юзу. И, в принципе, вот моя потребность в кокосе этим ароматом закрыта. Кокос здесь не кремовый, он очень бодрый. Благодаря юзу, наверное, он такой прям свеженький, я бы сказала. И на лето тоже прекрасная поливашка, когда жарко, когда хочется кокоса немножко. Кокос, кстати, достаточно быстро исчезает, остается юзу. Ну, как бы цитрусы летом тоже ничего плохого не могу сказать. Достаточно много мускуса, поэтому тоже, если его часто-часто обновлять, может потом засесть плотно вот эта мускусовая база. Я, честно говоря, не пробовала. Я им поливаюсь один раз, он слетает с меня, и потом я поливаюсь чем-то другим. Прекрасно, великолепно. Вот такое вот кокосовое водичка, великолепное развлечение. Следующий аромат, ну, конечно же, не могу не показать. Вот этот флакон, это аромат от дома Pepe Jeans, по-моему, называется Celebrate. Как правильно я еще обязательно напишу. Он у меня был уже достаточно давно, этот флакон. Я им с удовольствием пользовалась, потом подарила. Подарила не потому, что он мне чем-то не подошел, а просто, ну, ко мне пришла в гости девочка, который очень понравился, и он очень ей подошел, на мой взгляд. Я его подарила. А потом я вернула, вернула этот аромат себе в форфеменный шкаф, и мне кажется, это уже о многом говорит. Несмотря на этот флакон, который некоторые назовут прикольным, некоторые ужасным, ну, я как бы, не знаю, я где-то посередине. Иногда он меня веселит, иногда он меня раздражает. Этот аромат очень тоже красивый, на мой взгляд. Он пахнет белыми цветами и каштаном. Он очень необычный, на мой взгляд, благодаря каштану. И для меня это аромат на холодное время года. Я им с огромным удовольствием согреваюсь в холода. Даже не то, что согреваюсь, он особо, не могу сказать, что он как-то теплый, обнимающий. Он просто очень приятный. И вот эта вот нота каштана дает ему какую-то уют. В холодное время года великолепный, совершенно интересное звучание, на мой взгляд. Рекомендую прям очень-очень активно его к знакомству. Прекрасный аромат Celebrate стоит 20 евро или 15. В общем, от 15 до 20 евро. Здесь, правда, 30 миллилитров, да. Но, тем не менее, держится, кстати, неплохо. Часов пять на мне сидела я у себя, слышала очень, так, достаточно устойчиво. Следующий аромат, ну, конечно же, Нивея. Какая подборка могла обойтись без него? Мне кажется, этот аромат продается только в Германии, к сожалению. Он пахнет прямо кремом Нивея. Вот прям Нивея, Нивея. Как вот крем из банки открываете, вон так он и пахнет. Я считаю, что он идеально подходит для офиса, для любых профессий, когда вы находитесь на близком расстоянии с людьми. Он достаточно громкий, его слышно, то есть это не так, что вот он прям сидит близко-близко к коже, но он пахнет кремом Нивея, то есть он, мне кажется, не может абсолютно никого оскорбить. И я считаю, что в нем очень комфортно. Я сама с огромным удовольствием носила его на работу. Я помню, что пару лет назад, когда я перешла на новую работу, в новый офис, и еще проходила там обучение, то есть я находилась прям вот в непосредственной близости к человеку, который меня учил. Я поливалась им достаточно долго, прям недели две подряд. Мне было в нем очень комфортно, я себя хорошо чувствовала, я чувствовала себя уверенно, я понимала, что я никому не мешаю этим ароматом. Я прям, правда, очень сильно его люблю, с огромным удовольствием ношу. Сейчас я его не так часто ношу на работу, скорее я его ношу дома, но опять же, это вот чисто мои предпочтения, мне кажется, он прекрасен абсолютно всегда. Дорогие друзья, как всегда, в каждом видео я хочу обратить ваше внимание на огромнейшую проблему бездомных животных. Я говорю об этом в каждом видео, я буду говорить об этом впредь. Я помогаю Софии Фурмановой, моей парфюмерной подруге, прекрасному парфюмерному блогеру, ссылочку на ее канал, на ее телеграм-канал, я, конечно же, оставлю в описании к этому видео, как всегда. я помогаю ей спасать, кормить, лечить бездомных животных. Каковых, к сожалению, просто огромное количество. И я считаю, что вообще благодаря таким людям, как София, вертится наша планета, потому что она просто не может пройти мимо. Вот есть такие люди, которые, ну да, ну жалко там кошечку, собачку бездомную, ну всем же не поможешь, всем не поможешь. А вот София считает, что надо помогать тем, кому ты помочь можешь. И я считаю, что это очень круто, очень правильно. И я стараюсь ей в меру сил в этом деле помогать. К сожалению, к сожалению, любая помощь в современном мире упирается в деньги. Еда стоит деньги, лекарства стоят деньги. У нас сейчас пять собак, которые находятся только на нашем попечении, находятся на передержке, две из которых находятся прямо на очень дорогой передержке, потому что одна из них старушка Альма, другая чуня с огромным просто там букетом диагнозов, которые нужен специальный уход. В общем, на все это нужны деньги. Плюс постоянно какие-то еще люди обращаются с просьбами о помощи и просто невозможно пройти мимо, когда видишь такое количество страданий животных. И я считаю, что это ужасно несправедливо, что животные страдают из-за человека. И я считаю, что это просто наш долг с вами хоть как-то облегчить страдания хоть кого-то из них. Поэтому, ребят, я призываю вас, как всегда, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей помощи. Все реквизиты есть в описании к этому видео, можно переводить на PayPal, можно переводить из Европы. Огромное, огромное, огромное. Всем спасибо, кто это делает. Правда, вы оказываете неоценимую помощь. Без вашей помощи мы бы просто не смогли сделать столько, сколько мы делаем сейчас. Ну, София прежде всего, конечно, делает. И за это вам просто огромнейшее, огромнейшее спасибо. Это благое дело, это плюс в карму, кроме всего прочего. Ну, и, конечно же, это, мне кажется, с моральной точки зрения очень-очень-очень важно. Ребята, еще раз, спасибо вам огромное. Очень сложно выразить благодарность словами, когда речь идет о спасении жизни, о здоровье, о избавлении кого-то от боли. Но, правда, просто спасибо всем, кто это делает. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Любая абсолютно сумма имеет значение. За любую сумму огромное-окромное вам спасибо. Ну, а мы продолжаем. Дальше говорить о парфюмерии. Следующий аромат, мне кажется, я о нем еще никогда не говорила. И я считаю, что он незаслуженно обделен вниманием. Аромат от дома Disquired Redwood. Мне кажется, я еще ни в одной подборке ни у кого его не слышала, не видела. аромат пахнет гелем для душа. Вот прям гелем для душа. Свежестью, чистотой, немножко мыльностью. Я считаю, на лето, правда, вот если не хочется заморачиваться, опять же, если работаете где-то там в офисе, где вы в контакте с людьми, если не хочется отвлекаться на аромат, вот просто идеальный вариант, очень хорош. Я его в свое время подарила своей дочке. Она им как-то не очень пользуется, но я у нее время от времени его подборовываю, особенно вот в теплое летнее время года, потому что мне тоже кажется, это очень хорошо, это красиво пахнет. Кстати, вполне себе красивый флакон, но я просто люблю вообще разноцветное стекло. Очень классная магнитная крышка. Все сделано по высшему разряду. Единственное, ребята, я не проверила, сколько он сейчас стоит. Раньше он стоил до 50 евро совершенно точно, что это евро за 30. Я его покупала, но я надеюсь, что это так и осталось. В общем, я все равно вам его показываю, потому что он очень-очень-очень крутой, на мой взгляд. Следующий аромат Аметист Лолик. Это флакон немой, я его взяла из парфбара. У меня был флакон, он у меня заякорился, к сожалению, не с очень хорошими событиями, но это было очень давно, и мне кажется, что этот якорь уже прошел, и я его обязательно, обязательно верну в свой парфюмерный шкаф, когда у меня закончится ноу-бай. Это, на мой взгляд, прям, ну, лучшее, на мой взгляд, только, на мой взгляд, лучшее, черная смородина, немножко она с сахаром, чуть-чуть она кисленькая, очень правдоподобная, без кошачьих лотков, вообще даже близко этого ничего здесь нет. Я знаю, что она кому-то пахнет химозно, поэтому все равно без затеста, без разноса, прям, такого, наверное, лучше не брать. Я здесь не чувствую химии, никакой. Нежнейшая, прекрасная, сладковатая, кислая, черная смородина, великолепна на лето, просто, прекрасный аромат, аметист, лолик, тоже очень нравится все, очень нравится флакон, очень нравится цвет, форм-фактор, все прекрасно, идеально, идеально. Ну и, конечно, такая подборка легких, бюджетных ароматов не могла обойтись без аромата грин-ти от Элизабет Аден, ну, мы все его знаем, кто-то его любит, кто-то его не очень любит. Для меня здесь даже не столько чай, сколько вот, правда, может быть, какая-то вода с лимоном, с мятой, все это очень свежо, очень по-летнему, очень классно им поливаться, и я считаю, что объемы у них есть примерно все, вот такую 30-ку можно закинуть с собой в сумку и носить, и обновлять буквально там каждый час, потому что он исчезает, конечно, бесследно, минут через 40 с кожи, и что очень классно, он не оставляет никаких следов, не оставляет никаких мускусов на коже, исчезает весь, абсолютно, и это классно, потому что, правда, можно обновить, он дает ощущение легкости, свежести, прекраснейший аромат, Элизабет Адден, Грин Ти, все мы его знаем, ну и многие из нас его любят, и с удовольствием носят, и последний аромат из сегодняшней подборки, это аромат от дома Луис Варель Амбер Экстрем, я очень много уже про него рассказывала, для меня это аромат на холодное время года, и для меня это совершенно потрясающий аромат, мне даже сложно его описывать, потому что он для меня пахнет вот каким-то просто облаком нежности, вот как будто, знаете, вот пуховое такое одеяло, но не которое очень тепло, а вот вы сверху лежите, вот на этом пуховом одеяле, либо на облаках, либо еще как-то, вот какие-то такие, правда, у меня с ним ассоциации, он очень мягкий, он очень красивый, кому-то он слишком пудровый, кого-то он душит, потому что аромат достаточно интенсивный, несмотря на такое вот достаточно поэтическое мое описание, он интенсивный, поэтому с ним надо быть в любом случае осторожным, очень красивый, без затеста не покупайте, и что мне в нем особенно нравится, что является, на мой взгляд, ну просто редчайшим свойством бюджетных ароматов, то, что чем дольше он сидит на коже, тем лучше, с моей точки зрения, он звучит, он становится более мягким, более благородным, он сидит безумно долго, я не знаю, мне кажется, часов 16 он сидит, а то и больше, и чем дольше он сидит, тем красивее он на мой нос раскрывается, очень его люблю, обожаю, в холодное ношу его только, правда, время года, и мне кажется, что он тоже есть только в Германии, потому что мне уже писали девочки, но, опять же, я его не рекомендую вслепую, хотя, за 100 миллилитров он стоит 20 евро, вот, ну, опять же, если рискнуть, то можно деньги свои потерять, потому что он заходит тоже не всем, это я от него просто в совершеннейшем восторге, уже, кстати, не первый год, ребята, вот такая подборка у нас сегодня с вами получилась, впереди еще, я думаю, одна точно, а то и две, я не увожусь, мне кажется, я во одну, пожалуйста, не забудьте поставить этому видео лайк, потому что это очень помогает продвижению канала, вы прям можете поддержать мой канал тем, что вы поставите лайк и напишите комментарий, это вообще просто будет круто, ну, и, конечно, подпишитесь обязательно на канал, если вы еще этого не сделали, спасибо вам огромное, что вы досмотрели это видео до конца, как я уже сказала, с вас лайк, подписка, комментарий, а с меня еще много новых интересных видео, ребята, я вас обнимаю, друзья мои, я прошу вас, пожалуйста, в наше страшное, страшное время, по-другому не скажешь, берегите, пожалуйста, себя, берегите ваших близких, берегите ваших детей, ваших животных, и я надеюсь, мы с вами увидимся очень скоро, до новых встреч, пока-пока.